Амичи тестирует новый каток. Сверкающую свежим льдом площадку в преддверии новогодних каникул открыли в птичьей гавани. Но ждут здесь не только любителей побегать на коньках. Для поклонников здорового образа жизни в природном парке продумано множество вариантов нескучного досуга. Провести время с пользой можно, к примеру, выйдя на лыжню. Здесь их сразу две для классического и конькового хода или играя в хоккей на валенках. Также все желающие могут осмотреть окрестности парка, прогуливаясь верхом на лошадях или в собачьей упряжке. Идея сделать птичью гавань не только культурной, но и спортивной площадкой пришла сразу двум ведомствам – Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта и Министерству природных ресурсов и экологии. Я уверен, что люди сюда будут ходить, будут приобщаться к здоровому образу жизни. Тем более, у нас зима длинная, каникулы длинные. Хочется, чтобы в этот период каникулярный здесь было как можно больше детей с родителями, потому что заниматься здесь можно не только коньками, лыжами, можно и в хоккей на валенках поиграть, на лошадках покататься, на собаках. Постарались максимально удовлетворить те потребности, которые можем удовлетворить своими силами. Площадка не маленькая, залили 1600 квадратных метров. Первыми опробовать каток в птичьей гавани решились, конечно же, дети. Многие пришли уже подготовленными, со своим инвентарем, остальные взяли коньки в прокате. Он работал в день открытия совершенно бесплатно. По-моему, лед нормальный. Хотелось бы, чтобы никто его не рушил, и можно было дальше продолжать кататься. Сюда я буду ходить каждый день, и мне это очень нравится. Это близко очень от дома. Мне тут очень нравится. Сотрудники парка «Птичья гавань» предупредили, что все спортивные развлечения будут доступны мечам до наступления весны. Когда же домой вернутся перелетные птицы, полноправные хозяева здешних мест, их должны ждать привычные тишина и покой. Ну а пока каток работает в стандартном режиме до 10 вечера.